Чем раньше, тем лучше. В гимназии Глузка детям проводят практическое занятие по правилам и технике безопасности. В последнее время выросло количество электротравматизма. За четыре года пострадало более 120 человек, 72 из них погибли. На фоне такой статистики созданы общеобразовательные мини-центры для регулярных познавательных уроков. Руководством филиала Могилевского было принято разработать планы и мероприятия профилактической работы персонала в различных сферах. Это и сферы охранных зонах при работе сельскохозяйственной техники, это и на производстве, это и в быту, в том числе и мероприятия, которые проводятся со школьниками. Для ребят созданы все условия, чтобы с интересом и пользой получить необходимую информацию. Класс оборудован тематическими стендами, наглядными тренажёрами и интерактивными играми. Есть обучающие видеоролики, брошюры, книжные закладки, раскраски. Мы рассказываем детям про электротеплобезопасность, как себя вести на улице, в быту, как пользоваться электроприборами, чтобы электричество приносило им только пользу. В кабинете для наглядности макет, где есть розетки и вилки на любой вкус. Среди них только по одному примеру исправных элементов. Задача педагога – наглядно показать, что не так. Задача ученика – напомнить, закрепить, продемонстрировать. На этом уроке я узнала, что пользоваться зарядкой можно только вот в такой розетке. Она исправна и она не несёт никакого вреда. Также есть пример оборванной линии электропередач. Демонстрируются правила поведения в этом случае. Принцип усвоения идентичен. Я узнала на этом уроке, что когда я вижу оборванный провод, который лежит на земле, нужно от него повернуться и отойти гусиным шагом. Хоть занятия проходят регулярно, молодым умам нетрудно отпечатать полученные знания и навыки с первого раза. Однако повторение – мать учения. Нельзя использовать электроприборы в ванной. Что нельзя оставлять электроприборы включёнными без присмотра. Филиал в Глузке проводит такие мероприятия не только для гимназистов. Кабинет открыт и для школьников с района. Госэнергогазнадзор призывает взрослых напоминать детям об элементарных правилах безопасности и помнить – личный пример – лучший урок. Елизавета Лепеева, Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.